Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стали грядущие публичные обсуждения новых правил землепользования и застройки. Несмотря на то, что в средствах массовой информации этот вопрос подробно освещается, до сих пор у жителей района возникают вопросы по регламенту этих слушаний. Принцип максимальной открытости власти – один из главных, которым руководствуется муниципалитет при обсуждении вопросов, касающихся в том числе инфраструктуры района. И мнение граждан стоит на первом месте. Последний пример – обсуждение генерального плана города Видное. Поправки, которые внесли активные горожане, были учтены, и документ сейчас находится в работе. Впереди нас ждут новые слушания. Правила землепользования и застройки в соответствии со статьей 30-й градостроительного кодекса Российской Федерации включают в себя основные три составляющие. Первая составляющая – это текстовая часть, пояснительная записка, где конкретно расписаны нормы и порядок применения правил землепользования и застройки. Вторая основная часть – это графическая часть. То есть на графической части правил землепользования и застройки отображаются территориальные зоны на территории городских и сельских поселений, предельная этажность, высотность. Со всеми этими документами можно ознакомиться на сайте администрации Ленинского района. Основная цель принятия правил землепользования и застройки – сбалансированное развитие территории и соблюдение прав как простых граждан, так и юридических лиц. Таким образом, эти правила так или иначе касаются практически всех жителей района. Теперь каждый может подготовить свои поправки и представить на публичные обсуждения. Для того, чтобы провести публичные слушания в установленные сроки, комиссии будет на территории 7. Работать они будут параллельно. Комиссии будут во всех поселениях проводиться с 10 в 10, в 12, в 14, в 16 часов. Значит, график, он в принципе составлен и те постановления и материалы, необходимые для публикации, они опубликованы уже в средствах массовой информации, в интернете, размещены в поселениях, в администрациях поселений для ознакомления жителей. Всего будет организовано 58 публичных слушаний. Сразу после нашего выпуска новостей глава Ленинского муниципального района Олег Хромов лично и очень подробно расскажет о том, какой политике придерживается руководство муниципалитета в вопросе публичных обсуждений новых правил землепользования и застройки.